всем доброго дня ко мне кто-то в гости приходил наверное кот соседский у нас сегодня ночью был снег немножко засыпал все кругом а потом дорожку почистили глава администрации нам тут почистил трактор выделил так что у нас хорошо а я вышла за хлебом пойду сейчас надо порог обмести эту прилепиться потом его не сдерешь соседка то моя он чистит а я не знаю скорее всего тоже будет почистить или метелкой или или не буду совсем притопчется так димать веник упал мой веник сейчас обмету снег пушистый небольшой мороз сейчас мы с вами глянем сколько мороза у нас тут стоит так сейчас поглядим поглядим какой-то мороз мне кажется плюс один тепла или ноль четко тут не вижу я на далеко показывал вот машина поехал куда-то работу наверное ребята но я сейчас тут заметаю и пойду даже не знаю чистить не чистить или притопчется дружок там он мой стоит ждет что он ждет сам не знает птички поют там на кучке у гальки в огороде вот на этой воробьи сидят чирикуют вчера заметил там целая куча я насыпаю там зерна так что они у нас тут сытые воробьишки вот показала мне ножка сейчас замету порог и пойду ноги тонут снега хорошо насыпано говорить у нас людей нет есть у нас люди вон там впереди на машине кто-то приехал разговаривает сейчас суета за хлебом над сходить все идут магазин так что мы тут живые еще ну не то что как раньше было у нас раньше был комплекс фермы поэтому суета была хозяйство надо было кормить лошади своя была каниферма небольшая скотникан ездили скотники правильно работали мой отец 30 лет отработал у коров так что сейчас чё посеяли убрали и все на этом ну вот я иду до магазина два метра мне вот он зелененький наш ариэль возьму хлебушка ко мне ничего не надо хлеба надо нам с дружком можно чищу позавидую снег не особо хрустит хочу что мороза нету сейчас вот два метра я в магазине как мы всегда говорим сходила за хлебушком вот мои покупки хлеб белый темный хлеб все невысокие прям такого лентику к буханка большая но навес легкая разлевкой на факт что подъем не красивый не низкая этот деревенский ржаной взяла буханочку ну и мясо свое мясо полно морозилки но я взяла еще пусть будет лишним никогда не будет это вот мякоть два кусочка тут а она где-то триста пятьдесят пять шесть где-то какая цена точно не помню хорошее такое месяц у она прямо считала и видать то вчера привезли на от ее расфасовала и по пакетам продавщица наша и ребра ребра 203 рубля я так ваш полазила по поэтому поларю и выбрал какая потолще тут вот мясо мясо взяла мясо мясо полно ну это птица а мы ребят свининку пусть будет запас карман не трет как говорится а сейчас пойду на улицу и не надо все-таки почистить снег как бы не хотелось ну что тут у нас наверное метелка не получится лопатку надо будет брать а я иду за метелкой может там спереди обмахну метлой где-то она у меня стоит а где дружок ты не знаешь где моя метелка где моя метла куда делась она мотороллере не видать не нужна была теперь пригодилась куда я ее дело пойду назад искать там спереди морде стоит что насыпал снежка у нас скорее всего лопату возьму и почищу детую метелку теперь искать все кругом засыпала к снежком не описали девчонки подождите горит насыпет но вот видите точно насыпала хорошо так роза укрыла нету нигде мои метелки лопа тут стоит но она тяжелый я другую сейчас возьму так Продолжение следует... Продолжение следует... В магазине поглядела, ни на чё не позавидовала. Но нашла один рецепт. Сейчас будем опять с вами экспериментировать, получится или нет. Я люблю эксперименты делать, но когда бывает удачно, а когда и нет. Поэтому делюсь с вами. Сегодня у меня будет пирог из рыбной консервы. я купила иваси и вот с нее сейчас сделаю с картошкой ну что ж кому интересно пойдемте приступим может вы позавидуете на него так-то по описанию хорошие все замечательно а уж как получится моих корявых руках посмотрим сейчас я буду все готовить тут нам понадобится я прям по списку все записала чтобы не путаться две-три картошки баночку рыбы можно любую как вам надо чайную ложку разрыхлителя одну луковицу крупную зелень по вкусу соль перец по вкусу ну и заливочку три яйца стаканы 100 грамм майонеза 100 грамм соль щепотка мука три столовых ложки вот весь рецепт пойдемте готовить что-то мне кажется что будет вкусно идемте с чего начнем три картошки уже почистила вот они плавают в воде и большая луковица какая хорошая сейчас я порежу лук и обжарю сковородку меня же стоит сейчас там свет отключить что поведение было не попадал никак все вот теперь видно сейчас режу лучок а потом порежу кольцами картошку но кольцами резать буду вот такой вот красивой формочкой так что сейчас первую очередь режем лук лук можем квадратиками без вас порежу а в какую цену у вас лук я именно деревенских городские я знаю что дешевле у нас привезли по 60 рублей рыбчатый лук вот купила 3 килограмма на 200 рублей вот такая цена в городе я знаешь он дешевле но город извините от меня 65 километров мне дорога туда-обратно обойдется 600 рублей поэтому берем тут так мою массу же накалилась сейчас я его отправлю немножко рассыпалась как всегда я соберу ножиком а я рукой да и ладно теперь порежу картошку мужик мне уже не нужен а вот этой штучкой сейчас буду резать картошку такая штучка у нас аж двух магазинов в одном побольше нашего поменьше пошла другой магазин горчур я дура тут купила так было пройтись поглядеть там она еще пошире или сыр резать и картофель хорошо она широко такая 160 рублей вот и режет хорошо расскажу тихо по пальцам сейчас в раз травма будет одна готова картошка помешаю работы все нормально давай картошку сейчас также порежем с вами быстро удобно и красиво я люблю такие всякие причиндалы тюрочку куплю так вот захожу фикс прайс и прохожу к тому отделу нет всякие продаются ножик купил фикс прайс и прямо сейчас гляжу сейчас я покажу его вот он такой удобный такой хороший не нарадуюсь 200 рублей я про бы еще один взяла но в основном продаются такие вот легенькие фигня фигня как я говорю так хороший ну вот еще один фикс прайс это далеко хоть поедешь повредишь что-то надо камаз с выбрать и мешок денег все купить что ты хочешь на что купить поэтому нам тут-то не хватает денег даже не ходим в магазин и 500 рублей прямо вылетает за так это не деньги мы считаем все моя картошка готова сейчас я воду заливали водой чтобы она тут не потемнело то набрать все готово лучок мы жарится сейчас мы с вами теперь займемся консервы консервы и васи доброфлот 115 рублей у нас дешевые скумбри вообще 200 с лишним вернее да и васи друг не другая чур нас сеть кто у нас только и ванси сайра сайра дорогой тоже нас дорогой так достаем вилочкой и разминаем водичку и не знание я на сальне салим тарелочку где и немного все равно если будет нужно я добавлю а эту сюда вот так вот вот она какая все вот она тут пышет разминаем можно добавить сюда зелень петрушку укроп точу я ничего не буду добавлять во первых у меня нету я думаю такой вкусный жарим луком но вы как хотите так все я размяла зелень я добавлять буду тоже пока его отставлю она получилась нормально а если с бульоном мне кажется не было бы еще в жиже жду лук лук мой сейчас доходит уже до кондиции подрумянился красавчик дела идут который пишет лучок мы готов я уже выключила я беру свою теперь красивую сковородку которой я отмыла на дно выкладываю картошку по кругу вот так это выглядит в общем но закрыли мы теперь я выложу сюда консерву но перед этим надо нам посолить картошечку потому что слегка так и поперчим по вкусу как вам хочется вот так вот это не видно немножко присыплю и перчик у меня тут свой надробленный рассыплю теперь сейчас выложу сюда картошку эту консерву хотел сказать картошечку сейчас прям поверх нее разложу вот так это у меня выглядит а теперь поверх него это консервы раскидываю лук лучок красавчик поджаристый вкусно ароматный прям хорошо получился целая большая лукочка самое то вот аппетитно уже как то что я слила с консервы я примут маслицем этим пролью и пока пусть это постоит нам надо сейчас сделать заливку для заливки нам понадобится 3 яйца у меня яички мелкие я возьму 4 щепотка соли 100 грамм сметаны и 100 грамм майонеза 3 ложки муки все начинать делать заливку 1 пошел 2 3 4 сюда сейчас соль положу ложим щепотку соли сметанка какая есть у меня 20 процентов 100 грамм сметаны ложечка хорошая такая как возьмешь так возьмешь я думаю 100 грамм это как раз вот три ложки будет грамм по 30 ложки вот и майонез мазик тихо не плющик 1 2 ну и третье сейчас это все венчиком пробьем очищаю ложку но не нужно нам и вот эту массу надо немножко сбить нашу заливку яйца не поддается сейчас все равно размешаю как говорится усе готово сейчас сюда добавим 3 ложки муки где моя ложечка в общем я тут отмерила вот сюда все это и опять все аккуратненько перемешаем до однородной массы я добавила еще немножко муки так как вижу она мне как-то жидковато чуть-то попало вот получилось как густая сметанка не как молоко или сливки все я думаю хорошо камешков никаких бабушках тут нету так теперь беру картошечку и заливает и заливкой нашу вот такая красота получится у нас да отчет я опять напортачил девчонки я забыла добавить разрыхлитель мозги куриные сама себе что-то всегда почитать зайти ну теперь какой получится духовку я предварительно включила она уже нагрелась поставила режим на 180 градусов и отправляю свой пирог на минут 40-50 а там какая у вас духовочка будет смотрите сами шпажкой тут не проверишь ну там у нас что картошка самое главное внизу и сверху заливка а середка внутренний фарш то готовый рыбка ну через 50 минут я вам покажу то что получилось первый раз готовила пирог я свой достала ну вот смотрите вот такой он когда был в духовке прям вот бока у нее поднялись а середка почему-то опустилась а вот сейчас достала немножко вот тут вот выпирает он но не так он страшный сейчас остынет и я попробую отрезать кусочек пирога вроде бы ничего так нормально чуть-чуть вот тут но это ерунда самое главное чтобы вкусный а вид всегда бывает обманчивый так что красота она такая сегодня есть завтра и не будет пирог мой немножко остыл нет терпения и хочется попробовать что же тут у меня получилось ну внизу картошка это понятно вот она я сейчас положу бачку даже переверну его так картошечки немножко возьму вилочку достану достану вилочку и тут это самое вкусное соберу рыбка картошечка тут вот у меня картошечка подрумянилась вкусняшка вкусняшка девчонки о никак не придется вас поднять тогда хотела отключить потом включить но не получилось покажу так внизу тоже немножко пропеклось протекло тесто вот он такой румяный картошечка картошечка немножко поджарилась на соль угадала вкусно так что можно готовить когда вкусно то вкусно сейчас еще сверху хочу тесто попробовать отрежу немного кусочек кусочек тесто тут как раз начиночкой прям хорошее где моя юля жений я тут такую вкусноту спекла а их нету придется самой даже и без разрыхлителя хорош но если будете делать то не забудьте может с ним еще вкуснее будет попышней но так замечательно даже что можно огуречек солененький нет слов вкусно что вкусно то вкусно так что готовьте пирог на рыбной консерве и вам понравится кто любит рыбу я рыбу люблю поэтому мне она любая вкусная не зря старался лучше чем буженина ну все на этом заканчивается видео и перчик чувствуется уходила уходила сама себе так что вы старайтесь приготовить вкусно с душой с вашими ручками ручками больше кто нам помощник наши ручки наши глаза и наши вкусовые обоняния на этом заканчиваю всем до новых встреч до свидания всем пока готовьте вкусный пирог еще буду готовить попозже и Продолжение следует...